А вот кого в этом сезоне Пакоа не довелось увидеть на этапах всероссийских соревнований, так это совершенно новую пару Владу Храмову и Матвея Грачева. Эти фигуристы только с нового сезона катаются вместе под руководством Елены Чучкаловой и, возможно, именно из-за того, что не успели как-то прочувствовать себя, не форсировали события и не начинали выступать на более ранних этапах. На шестом этапе встречаем Владу Храмову и Матвея Грачева из Екатеринбурга. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 очень опытные, но совместный опыт выступления у них, что называется, пока только начинается. И это фактически первый старт Влада и Матвея. И я сейчас смотрю, что они получают такие удивительные достаточно уровни. Совсем обошлись без вращательной поддержки. Хотя, казалось бы, поддержку исполнить на базовый уровень, это еще надо ухитриться. В то же время первый сектор аргентинского танго эти спортсмены выполнили ни много ни мало на третий уровень. Я не уверен, что даже идущие пока на третьем и четвертом местах фигуристы. Да, только у Чурбакова и Гончарова был третий уровень за танго, и у Чуркиной и Фроловой вовсе четвертый. А что касается Храмовой и Грачева, то первый паттер на третий уровень, второй на базу. То есть пока очень неровно выступают эти спортсмены, и несмотря на то, что они уже и опытные, обладают определенным мастерством, все-таки совместных тренировок пока недостаточно для того, чтобы говорить о том, что пара сложилась. Ну, в любом случае, мы пожелаем им удачи. Такое случается. Спортсмены регулярно меняют партнеров. В этом нет ничего необычного. Пожелаем успехов в новом сочетании Влади с Матвеем. Сейчас они снова тренируются под руководством Елены Чушкаловой в Екатеринбурге. Всем привет! Всем-всем привет! Мы вам при этом. Просто всем. Если вы считаете себя входящим в это число, то вам тоже привет. О, ухо! Такое красное. Какие-то один. Нет, остаться нормально еще. Ну, а потом все равно. Хорошо. Сравните. Пока мы с вами ожидаем оценок, которые получат Влада Храмова и Матвея Грачев, то могу отметить, что юниорские соревнования в Перми можно посетить абсолютно бесплатно. Вход свободный. И, может быть, сильно с этим связано то, что сейчас на трибунах присутствуют зрители. Но я надеюсь, что сейчас, после окончания рабочего дня, зрителей еще прибавится. Ну и хотелось бы верить, что на соревнованиях одиночников и одиночниц публики станет существенно больше. Что же касается основных соревнований на шестом этапе Гран-при России, на призы губернатора Пермского края, то прямо сейчас на сайте еще есть заветные квиточки. Причем они не такие уж и дорогие. Есть еще билеты даже по 150 рублей на субботние состязания и по 290 рублей на соревнования в воскресенье. Это самые дешевые места. Но, кстати, билетов осталось не так уж и много. На воскресенье чуть больше 500 билетов на субботу на субботу чуть больше, на субботу где-то около 900. Мест остается свободными. С учетом того, что на хоккейных соревнованиях и состязаниях по фигурному катанию универсальный дворец спорта Молот вмещает 6000 человек, можно сказать, что с продажей билетов дела обстоят очень даже неплохо. Спасибо. Так, а что-то оценка-то изначально была существенно больше и где-то... Ага, все понятно. Что же случилось?